Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на выставке с не очень привычным названием «Сей частник наречется Часомерия». Почему такое название? Дело в том, что 600 лет назад в Москве были построены первые башенные часы России. И вот этот человек, великий московский князь Василий Дмитриевич, позвал в Москву мастера. Мастер пришел не случайно, он пришел со священной горы Афон и установил в Москве первые часы. Это было такое великое событие, которое было отражено сразу в трех летописях. И вот в одной из летописей как раз было сказано про эти часы, которые так поразили современников. «Сей частник наречется Часомерия, на всякий час ударяет молотом в колокол» и так далее, и так далее. Эти часы были еще очень неточные. Они могли в сутки отстать или убежать вперед на целый час. Но у них было самое главное, что нужно горожанам. Это была первая система регламентации времени. Бил колокол в определенные часы, люди знали, который час, и собирались на свои общие дела. Поэтому для развития городов башенные часы имели очень большое значение. Именно поэтому здесь так много колоколов. И вот здесь вы видите символом часов того времени является именно колокол. Но, конечно, были часы и до того, как были установлены часы Лазарем Сербином в Москве. Люди узнавали время по солнцу. И вот у нас сохранились в России храмы, в архитектуру которых были встроены солнечные часы. Это храмы древнего Владимира, Суздали, Чернигово и так далее. И вот здесь вы видите фотографии этих храмов с элементами солнечных часов. Ну и, конечно, впоследствии стали делать солнечные часы для путешественников. С ними можно было путешествовать. Поскольку каждые солнечные часы настроены для конкретного места, то вот здесь можно менять наклон циферблата по скале широт. И в новом месте вы будете узнавать свое время правильно. Я хочу вам сказать, что эта выставка, построенная, сделанная в прошлом году, здесь экспонаты не только нашего музея политехнического. Здесь экспонаты оружейной палаты, экспонаты музея Коломенского, Эрмитажа, исторического музея, военно-морского музея Петербурга и некоторых частных коллекций. Вот люди любезно согласились нам помочь. Дело в том, что измерение времени – это очень древнее, очень важное понятие. И часы – это не просто прибор для измерения времени, это целая философия. И вот поэтому мы здесь немножечко попытались это отразить. И вот, например, начиналось все, даже не с солнечных часов, а начиналось все с того, что человек просто наблюдал. Наблюдал за движением солнца, луны и звезд и размышлял о времени. Это позволяло строить календари и немножечко регламентировать свою жизнь. Добрый вечер, господин Штерли. Добрый вечер. На сегодня вы свободны. Спасибо. Вот ваша почта, господин Штерли. Сейчас я приготовлю вам ужин и уйду. Хорошо. Хорошо. Который час? Около семи, господин Штерли. А точнее? Без четверти семь. Хорошо. Счастливая девочка. Она может себе позволить это около семи, подумал Штерли. Самые счастливые люди на земле те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Люди давно начали размышлять о времени, и следы этих размышлений оставляли в каких-то приборах, каменных сооружениях, которые были много-много лет на земле построены. Вот одно из таких знаменитых сооружений – это Стоунхендж в Англии. Это каменный календарь, который позволял определять многие астрономические величины. И думали, что ничего подобного сегодня найти невозможно. Но несколько лет назад у нас в России нашли знаменитый Аркаим. Вот там недавно был Владимир Владимирович Путин. Путин – это недалеко от Челябинска. И говорят, что это даже более древние сооружения и более точные, чем Стоунхендж. И вот там нашли маленькую скульптуру, которую назвали «Человек, смотрящий на звезды». Вот мы воспроизвели эту скульптуру, но сделали ее чуть побольше. Вот посмотрите, древний человек, он совершенно, вот еще, можно сказать, не одет. Но он уже мечтает, смотрит на звезды, наблюдает движение светил и постигает тайны времени. Древний философ Августин Аврелий говорил, мне говорил один ученый человек, что движение Солнца, звезд и Луны – это и есть время. Но я с этим не согласен. Вот когда люди размышляют, думают, то потом получаются системы измерения времени. Люди смотрят за восходом, за ходом Солнца, за движением Луны. И это позволило еще в древности создать знаменитые различные системы календари. Но время – это не только то, что мы видим в движении Солнца, Луны и звезд, но это еще отпечатки на Земле, которые оставляют нам следы древних эпох. Вот здесь вы видите различные предметы, которые нам любезно предоставили из Палеонтологического музея. И представьте себе, что 250 миллионов лет назад по Земле бродили динозавры, что оставляли следы, вот на территории нашей Москвы было море, вот дерево появилось 80 миллионов лет назад. И совсем недавно, всего 10 тысяч лет назад, по нашей России, территории нынешней Нероссии, бродили мамонты. То есть вот это следы эпох, которые выискивают археологи, определяют датировку. И для этого тоже нужны специальные методы измерения времени, специальные приборы, которые позволяют датировать эти события. И вот мы это тоже захотели показать на нашей выставке и рассказать, что вот наша Россия – это не только вот города какие-то, села, деревни, но еще когда ничего не было, но здесь уже что-то жило, что-то двигалось, что-то перемещалось. И вот все это находится вот следы времени вот в таких предметах, которые находят археологи. Часы Лазаря Сербина, построенные в 1404 году, к сожалению, не сохранились. И тогда еще не было Спасской башни в Московском Кремле. А после того, как она была построена, в 1625 году установили первые куранты. Христофор Головей, англичанин, это сделал. Что такое куранты? Куранты – это часы музыкальные. И поскольку это часы на Спасской башне – главные часы государства, то в их участии всегда принимали участие государи, которые правили страной. И вот не случайно здесь эпиграфом к этому разделу курантов бой и тени государей. Я не знаю, что было с самого начала, какие мелодии разыгрывались курантами, но в 1850 году при реставрации кремлевских курантов братьями Бутынов, московскими почетными гражданами, установили мелодию, одна из них называлась «Сколь славен наш Господь», а вторая – «Преображенский марш». И вот так до революции 1917 года часы разыгрывали эти две мелодии. После революции, во-первых, в часы попал старяд, и их нужно было просто реставрировать. Это сделали мастер Беронс и композитор и художник Михаил Черемных. Но по указанию Ленина нужно было переставить программные диски, штырьки на программном барабане, чтобы часы исполняли мелодию «Интернационал». И так несколько раз менялись мелодии курантов по велению тех или иных правителей России. Вот в последнее время это был Борис Николаевич Ельцин, который к своей инаугурации захотел, чтобы часы исполняли мелодию «Славься Глинки». Ну и сегодня часы исполняют гимн России. Таким образом, кремлевские куранты – это символ нашего государства, но еще немножко, конечно, и немножко нашей действительности, и в этом участвует, конечно, и политика. Для того, что башенные часы, конечно, хороши, но они показывают время не всем, не всегда. И поэтому часы постепенно начали спускаться с башен города, в дома сначала очень богатых людей, а потом всем желающим. Но для этого часы должны были измениться из громоздких, превратиться в миниатюрные и так далее. И самое главное в часах – это, конечно, точность. И поэтому борьба за точность – это целая эпоха в истории часового дела. И вот здесь вы видите механизм часов с маятником. В начале часы, вот Галилео Галилея открыл законы колебания маятника, и маятник – это сердце любых часов. То есть равномерное колебание маятника заставляет все детали часов двигаться тоже равномерно. И дальше уже расчет, чтобы можно было на одну ось посадить часовую стрелку, на другую – минутную и так далее. И еще, конечно, нужен двигатель. Вот это, ну, как бы менять башню, куда опускается гиря. И вот чем выше башня, то есть чем больше там ей возможность опускаться, тем лучше, тем больше часы будут ходить без завода. Вот это миниатюрный механизм таких настольных, напольных, там, стационарных часов. Но для того, чтобы часы можно было переносить, носить в кармане или делать часы для дилижанцев, нужен был еще один механизм. И поэтому, вот давайте посмотрим, как работает механизм для переносных приборов времени. Часы с маятником можно сделать очень точными, но из них нельзя сделать карманные или переносные часы, потому что маятник остановится. И поэтому для морских хронометров, для автомобильных, карманных часов изобрели механизм с пружинным двигателем и колебательной системой баланс-спираль, которую я вам сейчас продемонстрирую вот на этой модели. Вот, ну, представьте себе, что мы заводим пружину, и вот колебательная система баланс-спираль – это модель из нейчаспрома, но такой механизм есть в каждых карманных часах, в любых переносных механических приборах времени. То есть вот эта система баланс-спираль как раз заменяет маятник. Давайте я еще раз подключу, чтобы было понятно, как это все работает. Вот, колеблется баланс-спираль и задают тоже точность часам, что когда-то делал маятник. Вот изобрели такую колебательную систему. Еще христиан Дюйгенс, вот, который соратник Галилея, то есть он продолжил его дело как бы. Я вам уже сказала про механизмы для маленьких часов переносных. И поскольку вначале это была роскошь, то есть для очень богатых людей, то здесь вы видите экспонаты из оружейной палаты Московского Кремля, из сокровищницы русских царей. Это уже не столько часы, сколько произведения декоративно-прикладного искусства. Здесь и эмали, и драгоценные камни, и чем только не украшали часы. Но обратите внимание на часы в виде черепа человека. Это были очень часы популярные, но как бы они говорили, напоминали нам о бренности жизни и о том, что время надо беречь. То есть делали не только часы такие вот драгоценности, но еще и часы, которые тоже какой-то философский смысл отражали. В истории часового дела России большую роль сыграл Петр Первый. Дело в том, что с помощью точных часов можно определить географическую долготу в открытом море. И поэтому Петр Первый заботился о том, чтобы открыть окно в Европу и окно в Азию. Вот он первый в рамках государственной политики ввел поиски Северного морского пути. И не случайно Ломоносов написал такие слова. «Коломбы русские, обрезрев угрюмый рог, между льдами новый путь проводят на восток. И наша достигнет в Америку держава». И вот снаряжая морские корабли часами, и нужны были часы, которые могли работать в условиях качки и перепадов температуры, хронометры еще не создали. И поэтому здесь вы видите часы из Военно-морского музея Петербурга. Это песочные часы, морские склянки. Часы на четыре часа, часы вахта называются, часы на час, на полчаса. И, конечно, корабельный колокол. Отбить склянки – это значит, каждые полчаса удалить в корабельный колокол. И вот эта коллекция песочных часов – большое достояние Военно-морского музея Петербурга. Еще один знаменитый человек, который в Часовое дело России внес свою лепту – это императрица Екатерина II. Долгие годы считалось, что наша часовая промышленность начала развиваться только с 1930 года. Но нашли документы, которые здесь показаны, что в 1764 году по указу Екатерины II в Москве и Петербурге были построены первые казенные, то есть государственные, часовые фабрики. Они, к сожалению, проработали очень недолго, всего по 25 лет. Но это было начало нашей российской часовой промышленности. Потом в имении князя Потемкина была построена первая частная часовая фабрика в конце XVIII века. И эта фабрика сначала была в Белоруссии, в местечке Дубровна, потом у нас под Москвой в Купавне. Вот здесь вот часы, которые хранятся в нашем музее, и в Государственном историческом музее в Эрмитаже и собрание вот этих времен, вот когда работала вот эта первая частная часовая фабрика. На этой фабрике было много полезного сделано. В частности, руководители фабрики должны были обучать российских крестьян часовому ремеслу. И таким образом часовое дело стало впоследствии распространяться по России. Погоня. Погоня, Ваше Величество. Это замечательно. Когда уходишь от погони, ни о чем другом уже не думаешь. Время надо наполнять событиями. Тогда оно летит незаметно. Великий наш русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов продолжает дело Петра Первого, снаряжал морские экспедиции и думал о том, как определять географические координаты с помощью часов. И понимал, что песочные часы – это не выход из положения, что нужно конструировать новые часы, механические морские хронометры. И вот здесь чертеж морских часов Ломоносова и другие приборы с часовым механизмом, которые он проектировал именно для кораблей. Но продолжателем дела Ломоносова были ученые Пулковской обсерватории. Открытая в 1835 году Пулковская обсерватория много сделала для часового дела. И вот в обсерватории работали мастера, которые умели делать морские хронометры, налаживать их. И с помощью морских хронометров ученые Пулковской обсерватории организовывали так называемые хронометрические экспедиции. Это были грандиозные экспедиции по суше, не по морю. И с собой иногда перевозили до сотни хронометров и другие астрономические приборы для того, чтобы определять географические координаты наших многочисленных городов, сел, деревень. И вот здесь вы видите хронометры, сделанные мастерами этой Пулковской обсерватории из коллекции нашего музея и Военно-морского музея Петербурга. Там работали мастера Иван Гирен, Эриксон, Пиль и другие. А сегодня морские хронометры в нашей стране делают на первом морсковском часовом заводе. Наверное, наш самый знаменитый мастер часовой Иван Петрович Кулибин. Его известность и судьба связаны с Екатериной Второй. Дело в том, что Екатерина Вторая, когда вступила на престол, она постепенно объезжала все свои владения и посетила Нижний Новгород. И вот к ее приезду Кулибин изготовил часы, которые назвали часы яичной фигуры. Это чудо-механики. В этом маленьком корпусе 425 деталей. Часы имеют миниатюрный театр, автомат, механизм курантов. И Екатерина Вторая поместила эти часы в Первый музей России, кунсткамеру. А сегодня они хранятся в Государственном Эрмитаже. Оценив талант механика, Екатерина Вторая пригласила Кулибина заведовать мастерскими механическими в Академии наук Петербурга. И там Кулибин сделал очень много всевозможных открытий, изобретений, но не забывал и про часы. Вот здесь подлинники, документы Кулибина, планетные часы, которые он разрабатывал, карманные, планетные часы и рукописи, которые говорят о его размышлениях, о том, как сделать часы точными. И, возможно, часы он делал вот на таком станке другого знаменитого конструктора Нартова, который работал в то время. И на этом станке мог работать и Петр Первый, который тоже владел часовым искусством. Этот станок нам любезно предоставили из государственного Эрмитажа. В XIX веке, поскольку не получилась у нас часовой промышленности в XVIII веке, наш рынок буквально заполонили иностранные часовые фирмы. Это были так называемые торговые дома. То есть в них производилась сборка и продажа часов из деталей, которые привозили из-за границы. Франции, Швейцарии, Германии, Америки. И вот наиболее известными в России были фирмы-братья Чтуновы, Павел Буре, Габю, Мозера и другие. И вот наиболее, наверное, популярной и вот сегодня на слуху это фирма Павла Буре, поскольку потомки сегодня знаменитые мастера, которые играют в хоккей. А вот предки приехали в Россию в 1815 году и организовали часовое дело. Фирма была хорошая. И не случайно Александр II подписал бумагу, по которой эта фирма стала поставщиком двора Его Величества. И здесь вы видите несколько часов этой фирмы. Вот, например, эта фирма завоевала звание, вернее, право делать так называемые наградные часы. Вот здесь часы с портретом Николая II, были часы с портретами других императоров, которые дарили в армии и за другие заслуги различным чиновникам. Потом эта фирма завоевала право делать часы для железных дорог, которые выдавали иногда бесплатно для тех, кто в этом нуждался по своим профессиональным возможностям. И вот часы еще интересные для контроля ночных сторожей, тоже фирма Павла Буре. И здесь вот представлены часы, вы потом увидите в другой витрине часы других фирм, Габю и так далее. То есть это были фирмы, которые, можно сказать, сыграли двоякую роль в историю нашей страны. С одной стороны, народ стал ходить с часами, то есть это были сравнительно дешевые иногда продукции. С другой стороны, они полностью забили наше российское часовое искусство. И, по крайней мере, часы бытового назначения наши мастера постепенно перестали делать и только ремонтировать часы. И единственное, что у нас сохранилось свое до 1917 года, это производство часов для народа, вот здесь мы с вами посмотрим. Это часы. Такой народный промысел организовался в Звенигородском уезде в селе Шарапово. И там местные мастера открыли несколько фабрик, ну, трудно назвать это фабриками. Вот вы здесь видите такая изба, гордое название фабрика Афанасьева. Рядом была другая изба подобного типа фабрика Платова. Но там уже существовало разделение труда. Например, в одной избе собирались женщины и девочки и делали цепочки для гирь. В другой мальчики и мужчины вырезали вот по таким лекалам детали корпуса часов. А в третьей собирали часы, и специальные люди часы продавали. И вот это производство существовало до тех пор, пока уже в Советском Союзе не открыли первые часовые заводы. И вот вы видите там циферблат с петухами из советской символики. Это часы 20-х годов, которые производились на этом народном промысле. И вот здесь несколько этикеток часов, производства стенных часов, Герасима Афанасьева с сыном в селе Шарапово. Там вот фабрика часов, стенных часов и принадлежностей Василия Ильича Аплатова. И там есть портрет Герасима Афанасьева. То есть вот это нам удалось найти, эти экспонаты. И вот даже вот такая заборная книжка по мелкоаптовому кредиту первых лет советской власти, которая говорит о существовании кооператива по производству дешевых часов для народа в селе Шарапово-Звенигородского уезда. Последний зал нашей выставки посвящен развитию советской и новой российской часовой промышленности. И вот вы видите карту часовых поясов России. Поясное время в нашей стране введено впервые в 1919 году декретом, подписанным Лениным. Вообще здесь очень много документов, свидетельствующие о развитии нашей часовой промышленности. В частности, в 1927 году было подписано постановление о том, что надо нашу российскую часовую, советскую часовую промышленность развивать. И в 1930 году были построены два первых часовых завода, которые так и назвали. Первый и второй московские часовые заводы. Потом и во время войны, и после войны строились дальше заводы. И к моменту перестройки у нас было уже 18 часовых заводов. Вот этот механизм, модель механизма карманных часов Чистопольского часового завода, знаменитые часы «Восток». Вот мы сейчас с вами посмотрим, как работают подобные часы. Вот заводится пружинный двигатель, вот здесь колебательная система, баланс-спираль, анкерный ход. Вот эти розовые – это камушки. То есть чем больше камней в часовом механизме, тем лучше, потому что тогда оси работают, меньше разбалтываются, часы ходят более надежно. И вот такой механизм, здесь вот можно его рассмотреть, посмотреть, как устроены такие карманные переносные часы, нам предоставил научно-исследовательский институт часовой промышленности. Вот здесь вы тоже видите много всевозможных документов, свидетельствующих о развитии нашей часовой промышленности. И что самое приятное, даже в годы войны вот у нас продолжали развиваться часовые заводы. И сегодня, несмотря на то, что трудности, которые испытывает часовая промышленность, но все-таки у нас есть чем гордиться. Вот, например, посмотрите часы, которые выдают космонавту на орбитальной станции. Называются такие часы космонавигатор. Это целый чемоданчик со специальными приборами, со специальной схемой. И эти часы работают синхронно со скоростью движения орбитальной станции. И можно по их показаниям сразу определять, в каком месте земного шара в данный момент находятся орбитальные станции. Ну, это, конечно, просто сувенирные часы с портретом Гагарина. И чтобы никто не забывал, что у нас 12 апреля 1961 году наша страна открыла путь в космос человеку. И, конечно, всегда вот часы имели значение не только как прибор времени, но и как прибор, который можно подарить, который часами можно наградить. И вот здесь в витринах находятся часы, которые выпускает первый московский часовой завод. Вы можете заказать часы с определенной символикой, символикой своей фирмы. И вот такие часы сегодня тоже выпускает наша промышленность. А вот здесь очень много документов, которые свидетельствуют о том, как наши руководители нашей страны и заботились о часовой промышленности, как они делали так, чтобы часовые заводы развивались, строились. и это очень ценные документы, которые нам предоставили различные архивы нашей страны. Здесь есть, если посмотреть, можно найти и подпись Ленина, Ежова и других правителей, которые в разные годы правили нашей страной. Сегодня мы с вами познакомились с временной выставкой, она существовала более года, но экспонаты разъедутся в свои постоянные хранилища, в музеи Эрмитажа, оружейные палаты, Коломенского и других. А у нас есть постоянная экспозиция, куда вы можете прийти в любой момент времени и увидеть уникальные действующие модели, макеты, экспонаты. Приходите, мы будем рады вас видеть. До свидания.